В стенах спортивного зала дроны в защитных 3D-шарах набирают высоту и выполняют поставленные задачи. Например, целятся прямо в баскетбольную корзину. За этими, казалось бы, простыми действиями стоят настоящие будущие профессионалы в управлении беспилотными летательными аппаратами. Каждый день у нас разные задачи. Сначала мы учимся держать высоту, затем учимся летать вправо-влево, от себя на себя. Потом уже переходим непосредственно к пилотированию по FPV. Все разные, каждый свой подход, но все учатся, у тех, кто уже получается. Технология FPV или вид от первого лица позволяет пилоту дроны видеть полет буквально его глазами, благодаря камере, закрепленной на беспилотнике. В образовательном процессе управление дронами считается заключительным этапом. До этого педагогов учат управлять именно симулятори и поэтапной сборке. Мы обучаемся собирать, пилотировать дроны и управлять. Нам дают все необходимые комплектующие. Мы их собственноручно спаиваем, соединяем, скручиваем и у нас получается уже готовое летательное устройство. Ребенок у меня бы сразу все разобрался бы. Нам, конечно, тяжеловато, но мы справимся. Самое главное, детей сможете этому обучить? Конечно, наша задача первоначальная. После того, как педагоги обучили сборке летательного аппарата, переходят на тренажер-симулятор, где учатся управлять дроном виртуально. Очень тяжело, особенно первые разы, когда были. Ты получается буквально вроде бы чуть-чуть, а он хоп и взлетает. То есть на симуляторах, конечно, уже полегче, но все равно, когда ты вживую это делаешь, то есть это гораздо тяжелее. Но на привыкание, то есть спасибо преподавателям, как говорится, да, они помогают, и действительно это потом становится легче. Управлять беспилотниками учатся педагоги из Хабаровского края, а также из республики Саха-Якутия. Они собрались в краевом центре образования. Он стал единственной на Дальнем Востоке площадкой, где можно пройти такое обучение. По федеральному проекту кадры для беспилотных авиационных систем нового президентского нацпроекта. С 13 мая очное обучение в стенах центра начала первая группа, вторая приступит с 27 мая. За этот год краевой центр образования планирует обучить 164 человека. В дальнейшем каждый из педагогов, который пройдет данную профессиональную переподготовку, сможет обучать ребят в своей школе, в своем образовательном учреждении, как по дополнительным общим образовательным программам, так и по программам профессионального обучения, которое также в соответствии с федеральными образовательными программами будет реализовываться в школах, в старших классах для ребят 10-11. После завершения профессиональной подготовки педагоги будут обучать юных пилотов дронов для участия в гонках самого разного уровня. Виктория Заикина, Ольга Власова, Смотри, Хабаровск.